здравствуйте уважаемые подписчики феврале мы все с вами готовимся к посадкам сладкого перца давайте посмотрим какие у нас разрешенные дни для посадки сладкого перца февраль 6 по 13 с 15 по 17 посмотрите март апрель май ну значит наши дни подходят и мы с вами выбираем какие же сладкий перец мы с вами будем сажать вот лично я посмотрите вот есть перец 1 видите зеленое чудо и обратите внимание вот очень часто производители семян нам указывают толщину стенки вот посмотрите пишут что они нам с вами пишут ценятся за отличные вкусовые качества толстостенных 6 8 миллиметров плодов но вот лично у меня в семье толстостенные перцы не очень так скажем приветствуется мы любим фаршировать и мне вот лично супруга говорит лучше уж будут они то тонкие их не стенки и вот я испокон веков сажают следующие сорта тополин ласточка нежность виктория конечно есть у меня и другие семена присматриваюсь но вот эти сорта мной проверены и я их сажаю поскольку мне подходит вот именно их не консистенция самих плодов впоследствии для того чтобы их фаршировать ну давайте с вами два слова скажем о том как я буду подготавливаться для посадки конечно же вот там значит мы с вами 6 февраля было написано у нас дни посадочные как я буду сажать вот я беру такой вот это может быть и блюдца вот такая вот тряпочка у меня и прежде всего я замачиваю на час-полтора слабом растворе марганцовки марганцово-кислого калия вот таким вот образом я наливаю вот у меня насыщается моя тряпочка и и поверх я буду помещать свои семена и вот так вот их накрою и так я буду выдерживать они у меня будут обеззараживаться в течение полутора часов впоследствии я вот этот раствор выливаю и буду помещать сюда раствор из-под настоя золы вот посмотрите 1 грамм золы всего-то гляньте сколько тут прям совсем ничего я буду замачивать ровно за сутки в литре теплой воды она будет у меня настаиваться и перед тем как замачивать уже вот в такой вот блюдце я буду добавлять 1 грамм янтарной кислоты не забывайте про янтарную кислоту она у нас активатор роста корней также для чего я буду добавлять янтарную кислоту зола дает у нас все-таки щелочную реакцию поэтому для прорастания самих семян конечно это не очень хорошо те минералы которые у нас конечно же перейдут в воду из золы они будут нам способствовать прорастанию дальнейшему развитию наших перцев но все-таки реакцию среды давайте с вами держать нейтральную или слегка кислую для этого мы будем добавлять 1 грамм на литр янтарной кислоты ну и конечно я вам показывал как я сажал перц то есть помидоры вот посмотрите такой вот способ в стаканчиках когда у меня каждый в отдельном здесь не подходит для помидор я могу сюда подсыпать земли у меня будет образовываться больше корней придаточных ну с перцем такая история не получается поскольку корневая шейка вот это может загнить поэтому буду просто сажать в емкость и потом после того как будто у меня первые настоящие листочки буду их пикировать ну что ж давайте с вами не забудем что скоро наступают у нас посадочные дни для сладкого перца давайте готовится и обмениваться той информацией как будет развиваться наша рассада спасибо всем за просмотр увидимся в следующем видео